здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветок с вами петр ломонос сегодня мы разберем такую проблему как равномерно распределить по почве мелкие семена вы знаете что есть культуры и их довольно немало в которых мелкие семена и вы уже покупая пакетики с такими семенами высеваете часто их присыпаете почвой а всходов то нету и вас на память остаются только пакетики если даже восходы появляются то они такие густые что большую часть сенца потом приходится выбрасывать корни обрываются они пригодны для пикировки чтобы не было этих проблем мы научимся эти семена равномерно сеять по почве ну да и во первых давайте разберемся потому что растеневодство это отрасль такая многоотрасливая как бы и там есть различные подразделения вот например овощные культуры кого с овощных культур считается мелкие семена так вот мелкие семена в овощных культур считаются тогда когда в одном грамме их от 500 до 1 тысячи штук но здесь очень многие культуры которые наши знакомые это вот мер морковка вот в одной в одной морковке от пятьсот пятьдесяти до 600 штук семян в одном грамме это петрушка в одном грамме семьсот 700 штук семян вот салат тоже которым сисеем, которые нам всем знакомы. Так вот, в одном грамме до 900 штук семян. Есть кроме этих мелких семян, есть в овощеводстве еще очень мелкие семена. А очень мелкие семена в овощеводстве считаются те, которых в одном грамме более 1 тысячи штук. Кто это такие? Вы их тоже конечно видели. Самый конечно большой наш знакомый это шавель. У шавеля в одном грамме 1100 штук семян. Сильдерей может не все, но уже многие слышали, по крайней мере попробовали кушать, он есть в продаже постоянно. Его в одном грамме 1700-2000 штук. А что более интересен эстрагон или тархун. Его в одном грамме до 2500 штук. Вот представьте, какие это мелкие семена. Но это овощеводство. Если мы коснемся цветоводства, то там параметры несколько другие и тоже довольно очень интересные. У цветоводства к мелким семянам будут относиться семена, которых в одном грамме содержится от 5 до 12 с половиной тысяч штук. Эти семена вы также часто-часто встречали и садите на своем огороде. Вот, например, известна нам петуния. 6 тысяч семян в одном грамме. Табак культурный, который декоративно выращиваем. 8 с половиной тысяч семян в одном грамме. Партулак тоже, вы видите, красивые цветочки. 7 с половиной тысяч штук в одном грамме. Но в цветоводстве еще есть, кроме мелких, есть еще мельчайшие семена. Поэтому, смотрите, есть у нас в овощеводстве наши семена, которые очень мелкие, наши цветоводственные просто мелкие. А есть мельчайшие, которые содержится еще больше количество. Это лабелия. 20-35 тысяч штук семян в одном грамме. Но рекорд, конечно, бьет бегония. В бегонии в одном грамме 150-250 тысяч штук. Вот представьте, какие крохотулечки эти семена. Так вот, как их равномерно распределить по почве? Для этого существует, конечно, много различных способов. Ну, самый простой, такой доступный, это щелочка. Обычная щелочка. Такую щелочку не проблема купить. Засыпаем семена, закрываем крышечкой. Здесь есть прорезь отделения, самое мелкое отделение, высеваем семена. Ну, как бы, съем семена по поверхности. Это один способ. Ну, такой самый-самый простой. Но тут нас будет подстерегать другая опасность. Почему подстерегать? Значит, семена мы не видим. Раз мы семена не видим, значит, где-то мы можем посевать или гуще, или реже. Поэтому эти семена, мы можем родочки наметить. Что взяли родочки? Взяли, например, марлю, мел и наметили родочки. И вот по этим родочкам мы будем сеточку высевать. Почему? Потому что, когда мы будем сеять родочки, значит, мы будем знать, что у нас родочки повсходили культурные растения. Мелкие семена всходят, как семена сорняков, и их, ну, если не знаю, их можно просто-напросто вырвать и потом недоумевать, почему они у нас не повсходили. Это одна. Дальше, следующий способ, тоже очень простой способ, очень доступный для большинства семян. Значит, беру, насыпаем в нашу посуду снег, насыпали снег и сеем по снегу. Посеяли, посеяли, посеяли по снегу эти семена. Они у нас очень хорошо заметны, как бы мы тоже не делаем заушение этих семян. Ну, следующий способ для того, что у нас не было заушения, потому что семена меленькие, вот так даже покажу, очень-очень-очень мелкие семена. Значит, эти семена мы будем смешивать. С чем мы можем смешивать? Для того, чтобы, ну, как бы их разбавить. Это может быть песок, это может быть мелко истолченый перлит, его тоже, если истолочь так на мелко, можно добавлять, просеять самую мелкую фракцию, смешивать с семенами. Ну, и это может быть даже пшено, обычное пшено, которое у нас есть на каждой кухне. Ну, почему пшено, никакая другая крупа? Потому что пшено очень медленно разбухает и оно не загнивает, как большинство других круп. Можно крупы другие взять, но они быстро загнивают, что для наших семян нежелательно. Значит, как мы смешиваем? Если мы предполагаем, что эта культура будет у нас еще, ну, как бы распектироваться, рассаживаться, значит, на одну часть семян мы берем три части наполнителя. Это по объему, не по весу, а по объему. Вот взяли ложечку, видите, какой вас объем, соответственно, от раза наполнителя. Взяли литиленовый пакет, все ссыпали, взяли пакет, надули, энергичный скорость втрахнули, все, и ваши семена уже будете готовы к посеву. И вы будете сеять, будете знать, что уже вы зарушения не допустите. Точно так же семена можно смешать с мелом. Потому что большинство таких семян имеют темную окраску, они слабо заметны. Мы опять же, сколько семян, такой же по объему берем количество мела, обыкновенного мела, который есть у нас в любом строительном магазине. Взяли мел, с семенами мы его перемешали, семена превратают белую окраску, и они более заметны, и мы спокойно высеваем их по почве. Потому что, когда мы семена высеяли по почве, значит, исходы у нас будут более равномерные. Но с мелкими семенами, значит, еще какая опасность подстерегает наших всех вот дашников. Большинство мелких семян светочувствительные. Вот почему эти семена в большинстве случаев нельзя засыпать почвой. Если засыпаете почвой, например, тоже сельдерей, вот ту же бегоню, они у вас никогда не зайдут. Сходов не будут. Они сходят только на свету. Уждите этот факт. Это одно. И второй нюанс надо учесть, что мелкие семена, поскольку они очень мелкие, значит, для полива мелких семян обычные наши вот там кружки не пойдут. Надо или лейка с длинным носиком, или вот такая медицинская груша пойдет для полива мелких семян, или шприц. Медицинский шприц пойдет, чтобы вносить, поливать. Потому что если большой поток воды, наши семена соберутся опять все кучки сбегутся, и как бы наша вся работа будет насмарком. Но вот, конечно, может возникнуть вопрос, в каком плане. Мелкие семена мы высеваем не только в ящиках, там, в теплицах, мы высеваем и на улице. Что делать для того, чтобы мелкие семена на улице не склевали птицы и не унес ветер. Значит, английское общество садоводов королевское проводило опыты, и оказалось, что ни песок, ни процентов окрошка, ни земля, ни пирогной, ни прочей культуры не дают возможности усказить мелким семенам. Единственный материал это вермикулит. Вермикулит слоем 3-5 миллиметров. Прекрасно это самое способствует схожести мелких семян и прекрасно удерживает влагу. Ну и еще такая вот особенность есть, потому что, как бы я вот сказал, про цветочные культуры, про овощные культуры, мелкие семена есть и кустарников, например, те же рододендронов. В одном грамме рододендронов мелких семян от 10 до 20 тысяч. Мелкие семена, даже берозы, очень мелкие семена, их тоже очень много. И они тоже светолюбивые. Но рододендроны находятся той культуре, которые, как бы считаются альпийские растения, требуют влажности. Поэтому рододендроны и примулы, которые такие же имеют мелкие семена, вот где-то более 5 тысяч штук в одном грамме, мы их будем высевать поверх порции, что ложить слой мха сфагнума. Ложим слой мха сфагнума, ложим снег и по снегу мы высеваем. Тем более, этот способ со снегом очень хорошо применить даже для более крупных семян, которые высеваются, часто на своих подоконниках, это земляника. Если обычная мелкоплодная земляника хорошо сходит, то та, которую мы называем клубникой, сходит плохо. А почему она сходит плохо? Потому что семена ее тоже мелкие, но они требуют промораживания. А промораживание как сделать? А очень просто. Взяли эти семена, полиэтиленовые пакеты еще дополнительно положили и на ночь в морозилку. День-два полежала в морозилке, доставайте и смело высевайте. Они взойдут. Но опять же, не засыпаем почвой. Это семена светолюбивые, они исходят только на свету. Ну а если посеяться по снегу, эти семена просто посеяли по снегу, посыпали их равномерненько, значит они сами производят и тот же период охлаждения, и насыщение влагой, они у вас хорошо взойдут. Так что эти советы, советы не хитрые конечно, советы очень простые. Вы будете иметь хорошие дружные всходы, не будете напрасно расходовать семена, и у вас всегда всходы будут получаться. Возьмите это на заметку, и пусть вас овощи, цветы и кустарники радуют своим цветением, приносят свое наслаждение, и ваши мечты твораются в жизнь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова